Короче, не знаю, когда это произошло, но если ты так же в печали, как и я, ставь лайк данному ролику. Дело в том, что разработчики убили старые танки онлайн. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, ребята. С вами Вайдер. И у меня для вас плохие новости. Ну как плохие, блин? Ну как, типа, новости? Но, блин, камон. Короче, не знаю, когда это произошло, но если ты так же в печали, как и я, ставь лайк данному ролику. Дело в том, что разработчики убили старые танки онлайн китайские. Здесь, ребята, добавили у нас летающие корпуса. Нет! Это, знаете, прям мемасик вот вспоминает того афроамериканца, который орал. Я, наверное, его если не забуду, вставлю сюда. Ну что это такое? Ну зачем, Димон? Я, короче, к слову, ребята, к слову, к слову, к слову, я только сегодня хотел у нас сделать стримчик по покорению китайских танков. Я все откладывал это дело в долгие, ну как в долгие, я всю неделю хотел сделать паузу и потом, соответственно, начать качать и прокачивать эту всю штуку. Это все дело, потому что, типа, нету летающих корпусов, нету никаких испорченных праздников, все четко, все нормально, все зачет, и тут взяли, они все испортили. What the fuck? Что вы наделали, эротраминчики? Что вы наделали? При том, что вроде как добавили всего два корпуса, это Хоппер и Арис. То есть, Крусейдер у нас еще здесь не добавлен. Почему его не добавили, для меня остается это все дело секретиком. Вот, печально, грустно, досадно, да ладно. Действительно, я, короче, не понимаю. Действительно, у нас есть обговоренность, что мы должны были с вами зайти и, соответственно, покорять китайский танк. Всем прям так понравилась эта идея, вы там набрали почти тысячу лайков под тем роликом, который я записывал по китайским танкам, то есть 3D танку. И вот получилась такая шляпа. Ну, а что я сделаю, да? Ну, правильно, ничего, не, ну, когда-то это бы произошло, когда-то это бы случилось, типа, когда-то это бы добавили сюда обязательно. То есть, летающие танки, все бы было четко, наверное, а может быть и нет, то есть, когда-то бы это у нас, опять же, было бы и получилось бы печально. Ну, типа, так скоро, так быстро добавить сюда вот эту штуку, вот эту фишку. Шот, я немножко в шоке. Если честно, и смотрите, там, в натуре на летающих корпусах чуваки там что-то играют, что-то там летают. Ну, конечно, да, и здесь, как вы, наверное, понимаете, прям очень таким себе званием здесь у нас. И новобранец, который только что, соответственно, зашел в игру, был у нас. И, соответственно, чувачок, который, ааа, а это что у нас? Ааа, так это у нас, блин, а я думал Джиггернаут. Я думал, это у нас какой-то Джиггернаут, соответственно, режим, который сейчас можно будет погамать, поиграть. Соответственно, что-то такое интересное сделать. Блин, ну что такое? Ну что такое? Ну что такое? Я не знаю. Я в грусти, я в боли, я в печали. Ну, кстати, смотрите, все у нас достаточно неплохо, кстати, играют и вооружены. И, как я понял, здесь у нас все обкатывают обнову. Типа, появились у нас вновь летающие... Ну, как вновь появились, у нас здесь просто летающие корпуса, которые игроки еще в китайской локале не видели. И у нас их все потихонечку, помаленечку, как говорится, обкатывают. Найн, дружище, да, я кристаллик заберу. Все, чирик я, как говорится, забрал, поэтому ты меня особо не напрягаешь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! А шо это так меня сразу прогрузило в эту катку, в эту битву? Блин, ну смотрите, да? У нас здесь уже играют практически первые воранты. И я, можно сказать, 384... Ой, 382 опыта. Я, можно даже сказать, только-только зашел в эту игру. И меня уже сейчас буду здесь убивать, полностью наказывать. Ну, конечно, да, я понимаю, что онлайн на китайских серваках у нас было такое себе. Но у меня планировался захват, ребята! У меня планировался захват территории, соответственно, в этом всем деле. Я хотел здесь поиграть, хотел наиграться. Хотел действительно выкачать свой аккаунт до какого-нибудь там звания лейтенанта, чтобы уже было более-менее, соответственно, у меня вооружение, чтобы более-менее можно было играть, чтобы более-менее можно было заходить куда-то и, соответственно, что-то интересное вам показывать в этой игре. Но вот, к сожалению, произошло так, как мы с вами видим. Печальная, просто, несказанно печальная новость, которую вы, соответственно, наблюдаете сейчас на наших с вами экранах. Так, это... Дайте я, пожалуйста, наших китайских друзей немножко подоказываю. Аааа! Ты убивай меня! Ты что, Деля, есть такой злой человечек? Я же правильно понимаю, что вот эти вот все три юзера, они у нас, соответственно, играют через телефоны. Типа в китайские танки. Вроде как, да. Вроде как через китайские. Как раз-таки эта вся тема у нас рубится. Через китайские, соответственно, тема это у нас все играют. Вот, я, кстати, понимаю, знаете, еще какую-то фишку. Ээээ, типа, сейчас телефончики достаточно актуальная тема. Типа, если ты хочешь где-то поиграть, то, соответственно, заходи с телефончика и гамай вообще без проблем. Но, знаете, меня еще напрягает. Единственный, как раз-таки, тот вопрос, что... А вот сколько, действительно, из них людей играет, как раз-таки, через компьютер? Просто, насколько я помню, раньше, как раз-таки, все, практически, комьюнити у нас танк онлайн играло через ПК. Потому что, ну, очевидно, у нас мобильной версии просто-напросто не было. И, соответственно, чтобы куда-то зайти, чтобы, соответственно, что-то такое интересное сделать, я имею в виду через телефон, там нужно было пройти просто 7 кругов ада. А сейчас, как я понимаю, это все у нас прямо в легкой доступности. И многие у нас игроки почему-то прямо играют, не брезгуют через телефончик погмать, посидеть. Ты, кстати, вот мне тоже напиши в комментариях, ты у нас играешь вообще через телефон? Или не играешь у нас через телефон? Заходишь в танки или не заходишь? Потому что я, по крайней мере, знаю несколько игроков, ой, как, несколько игроков, несколько моих знакомых, которые прям активненько играют у нас через телефончик. И предпочтительно иногда даже выбирают игру и проводят больше времени через телефон, находясь в танку онлайн. А если там нужно поиграть и зайти через комп, то там уже, соответственно, что-то какие-то глобальные проблемы. Типа зайти на какую-нибудь тишину, поминить там вот это, знаете, все дело. Либо зайти там в матч-мейтинг по Бэрику, по Шурику задание выполнить. Ну, кстати, заданки у нас в большинстве случаев выполняют как раз таки на телефоне. Типа просто у нас заходишь на телефоне, немножко гамаешь, соответственно, выполняешь задание, и все у тебя хорошо, все у тебя наисло. Так, а почему вот эти молодые люди у нас, соответственно, не юзают свою ОРК, хотела сказать? Блин, у меня, знаете, складывается небольшое такое ощущение, что у нас сейчас как раз таки большинство, я так думаю, игроков, нет, не большинство, а вот этот, по крайней мере, чувак играет, ребята, у нас не с управлением мышкой. То есть он играет у нас чисто на клавиатуре, поворачивает, соответственно, клавой свою пушечку, и все. Вот так вот, соответственно, он такой темой, он страдает. Да-да-да, братан, я тебя спалил, потому что если ты у нас играешь через мышкой, там у тебя все наисло. Блин, а как там им, я не знаю, мне кажется, здесь новость нужно выпустить китайским ребятам, что, типа, чтобы хорошо и нормально летать у нас на летающем корпусе, тебе нужно, соответственно, поставить тебе управление мышкой. Да, кстати, ребята, если вы так же не знали, если вам, допустим, не нравится летающая корпуса, и вы особо, как говорится, не понимаете смысла всего этого происходящего, то я вам посоветую просто поставьте управление мышкой, и у вас все пойдет просто белиссимо замечательно. Потому что на клавиатуре управлять как раз таки летающим корпусом, это что-то за грани вон выходящего. Типа настолько неиграбельно, настолько неинтересно, что мне аж прям тошно действительно от этого становится. А вот если ты играешь у нас с управлением мышкой, это просто замечательно, это просто очень и очень круто. Но! Не будем отходить от темы, что у меня испортили мои старые танки. Без летающих. Карпусё. Блин, а что еще здесь такого интересного взяла? Что там у нас, кстати, по магазинчику, по магазинчику, по магазинчику. Кристаллики я уже забрал. Здесь ясен дело. Здесь какая-то спецуха, которая производится за 699 танкоинов. А что это за спецуха? У нас обычно здесь продается боевой пропуск. Нарка в комнатах и кристаллики, да? Ага. Ага. Что это такое? Танкоины, видимо. Вика. О, нифига себе. А у нас тоже в танках премка продается за танкоины? Вроде как бы нет. Или мне кажется? Ну, контейнеры, это понятно. Кстати, мне кажется, цели контейнера здесь у нас дешевые. Пока. Цен, повышения, ребята, цен не было. Да, смотрите, здесь, типа, не так вроде как все дорого стоит, как в наших танках. Потому что вот на контейнеры, по крайней мере, точно у нас-то цены будет вроде повыше. И на премку тоже цены повыше. Если, типа, у нас там по скидке в магазине на витрине можно купить премку за 79 танкоинов, то здесь один день премки стоит 75 танкоинов. Ну, такой. Налетающий корпус на стыд в ноги. Короче, ребята, на этом мы с вами заканчиваем. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте мой свой царский лайк, также не забывайте подписываться на мой аккаунт и подписывать комментарии и нажимать на колокольчик. С вами был Вайдер, всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok